МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы предлагаем нашим клиентам продукт, который позволяет полностью автоматизировать все вопросы, связанные с доступом сотрудников организации к своим IT-приложениям. Что приятно, мы были первым крупным конкурентом нашим западным аналогам, таким как решение от компании Oracle, IBM, в последнее время с Lailpoint и Dell, и вполне успешно конкурируем с ними в последние годы. Поэтому могу сказать, что действительно мы, наверное, одна из тех компаний, которые реализуют в полной мере озвученную президентом концепцию импортозамещения, и делаем это не в перспективе 3-5-10 лет, а делаем это уже прямо сейчас. А сколько лет компании на текущий момент? Компания существует с 2007 года, сейчас нам 9 лет, и в следующем году будем включать первый крупный юбилей. И из них вы управляете компанией? Я управляю компанией с 2012 года, то есть можно говорить, что последние уже почти 4 года компания находится под моим руководством. Ну и без лишней скромности могу сказать, что именно эти 4 года стали периодом, когда OnePost действительно вышел на рынок по полной программе, стал известен на рынке и стал серьезным игроком в том сегменте, которым мы занимаемся. А как вот это удалось добиться? Потому что у вас какая-то немножко уникальная стратегия продвижения, вы не очень участвуете в отраслевых мероприятиях, но при этом стали достаточно быстро широко известны. Ну, я бы сказал так, что не то, чтобы мы совсем не участвуем в отраслевых мероприятиях, просто мы, будучи маленькой компанией, конечно же, очень внимательно оцениваем эффективность тех или иных затрат и не покрываем таким веерным присутствием все мероприятия, которые проходят на рынке. Почему мы этого не делаем? Понять достаточно просто, потому что если вы регулярно бываете на этих тусовках, вы понимаете, что люди, присутствующие на них, процентов на 80 повторяются. И, соответственно, не нужно быть на глазах у этих людей 15 раз в год, достаточно появиться 3 раза в год в начале, в середине и в конце, обсудить с ними все вопросы и дальше, собственно говоря, двигаться в направлении реализации тех договоренностей, которые были достигнуты. Все ли из этих людей, про которых вы говорите, засегдаты мероприятий, являются вашими клиентами или готовы стать таковыми? Вы знаете, я думаю, что вот за то время, сколько я возглавляю компанию, мы уже четко поделили всех завсегдатых наших тусовок на две большие категории. Те, кто уже купили, либо серьезно обсуждают покупку, и те, кто не купят никогда. Ну, до тех пор, пока не сменят. Вы не продадите. Вы знаете, просто специфика работы организации, может быть, не подразумевает наличие нашего продукта, либо у них уже внедрен продукт наших конкурентов, и они пока не планируют его менять. Но все меняется. Люди-то тоже динамично переходят с места на место, поэтому, безусловно, и с этими людьми нужно поддерживать контакты. И на моей памяти есть уже 5 или 6 случаев, когда мы прекрасно общались и дружили с людьми, но у них не было контрактов с нами. А вот в наше непростое время для безопасников, когда действительно движение по рынку происходит очень активно, и люди поменяли места работы, и вот, о чудо, у нас появились новые заказчики. А тема импортозамещения, она помогает? Вы знаете, я бы сказал, двояко. То есть, с одной стороны, конечно же, государственные структуры, крупные пригосударственные наши естественные монополии, озадачиваются вопросами импортозамещения и рассматривают возможность покупки российских продуктов. С другой стороны, я не видел еще ни одного конкурса, в которых, скажем так, российское принадлежность являлось бы ключевым фактором выбора решения. То есть, все равно все смотрят на функционал, на качество продуктов. Я могу пару привести. Не, но я не сомневаюсь, Сергей, что вы осведомлены о большом количестве происходящих на рынке событий. Но, по крайней мере, когда мы участвуем в конкурсах, нас сравнивают с западным аналогом по полной программе. И когда выясняется, что... Это же к лучшему. Да, нет, я безусловно не спорю. Безусловно не спорю. Я говорю о том, что и вот после того, как выясняется, что технологически мы не уступаем лучшим западным аналогам, вот тогда фактор импортозамещения является ключевым для принятия решения в нашу пользу. Ну и, само собой, и цена в долларах у наших конкурентов и в рублях у нас в свете последних событий стоимости иностранной валюты значительно облегчила нам вопрос продажи и торга и всего остального. А как сотрудники? Ведь, скажем так, не секрет, что в последнее время программисты тоже стали оценивать свою привлекательность, свою выручку в долларах. Вот здесь нет диссонанса? Ну, в принципе, работа с персоналом на рынке разработки вообще весьма сложна. Сложна почему? Потому что есть некоторые технологические гиганты, даже вот мы не говорим там Google, Facebook или кто-то еще, мы говорим про Россию, мы говорим Яндекс, Касперский и компании такого же масштаба, которые... А компании, простите, Андрей, компании-инсорсеры так называемые, они являются для вас, ну, некой угрозой в смысле утечки кадров или нет? Нет, знаете, вот в большей степени я говорил, что у нас люди реагируют на крупные бренды с точки зрения названия, и те прекрасные там офисы, и те прекрасные соцпакеты, которые они предлагают. Вот действительно, мы теряли иногда людей, которые уходили на такую же зарплату, как и была у нас, но их привлекала, собственно говоря, вот вся вот эта вот, весь антураж такого крупного разработчика, когда ты живешь и процветаешь в такой бурной компании. С другой стороны, я могу сказать, что мы вот за те годы, которыми я управляю компанией, сформировали уже достаточно серьезную, слаженную команду, и мы смогли заразить их идеи. То есть, действительно, у разработчиков все-таки, мне кажется, основополагающим фактором является даже не деньги или комфорт, а интересность задачи. Вот если толковый разработчик, и ему интересно, то тогда ему хочется работать, и он уже готов не обращать внимания на то, что у нас нет, например, спортзала прямо в офисе. И те результаты, которых компания OnePost добилась за последние годы, когда мы действительно выиграли несколько очень крупных конкурсов федерального масштаба, таких федеральная налоговая служба, федеральная таможенная служба, Ростельхозбанк, они действительно позволяют людям чувствовать гордость за тот результат, который они создали. Когда действительно мы конкурировали с сильнейшими, конкуренция была очень жесткая, очевидно, что компании такого масштаба вызывали интерес даже у первых лиц этих крупных западных вендоров, то есть эти конкурсы находились на контроле у наших западных друзей на самом верху. И выиграл российский производитель. И они могут с гордостью говорить о том, что это сделал я. И вот действительно могу сказать, что несмотря на то, что 2015 год был очень тяжелым, с точки зрения даже выполнения всех обязательств перед персоналом возникали задержки, потому что действительно середина года, когда было много подписанных контрактов, по которым просто не платили. Но это привычные для многих кассовые разрывы. Да, да, да. И в это время еще было очень трудно перекредитоваться где-то, чтобы этот кассовый разрыв закрыть. Могу сейчас сказать, что у нас были в течение прошлого года, особенно в середине, периода, когда мы немного задерживали зарплату. И это могло стать фактором, когда люди бы разбегались и уходили, потому что у разработчиков точно нет кадрового дефицита вакансии. Хороший разработчик забирается буквально за неделю, он находит новое место и выбирает его причем из нескольких предложений. Так вот у нас, слава богу, команда сохранилась в полном объеме, все остались на своих местах, и я очень горжусь своими ребятами. И в конце года, когда мы полностью вернулись долги еще после определенной премии, когда я отдельных отблагодарил, и надеюсь, что, собственно говоря, ну, с одной стороны, этот год выглядит несколько более стабильным с точки зрения финансовых приходов, потому что у нас уже есть там целый ряд подписанных контрактов, и уже начинают поступать предоплаты, что мне позволяет рассчитывать, что в этом году такого не повторится. Но, с другой стороны, я еще и верю в то, что команда действительно сплоченная, заинтересована, и поэтому верю в то, что мы будем добиваться все таких же хороших результатов. В наше время, ну, кроме вот тех мер в рамках импортозамещения, которые предпринимаются на уровне государства, есть же еще и гранты, НИРы, допустим, от фонда Сколково, ну, от ряда организаций аналогичных. В каких-нибудь из этих программ вы принимаете участие? Да. Ну, для преодоления разрывов. Самая большая моя, скажем так, сфера деятельности, которой я занимаюсь уже последние года полтора, суть ее заключается в следующем. Ну, первое, аванпост является резидентом из Сколково. То есть, мы уже там, мы уже там несколько лет, это действительно сильно помогает нам из точки зрения налоговых льгот, и Сколково действительно частенько помогает нам поучаствовать в каких-то мероприятиях, выходе на определенную заказчику, это хорошо. Но мы очень серьезно рассматривали для более бурного развития компаний, в целом, привлечения инвестиций от наших институтов развития. То есть, мы обсуждали возможности даже привлечения этих, я не буду называть конкретные названия, потому что переговоры до сих пор еще идут, но я думаю, в принципе, примерно понятно, кто у нас занимается инвестированием в IT-отрасль и может их развивать. И вот тут я могу сказать, что я во всей красе прочувствовал всю бюрократичность и длительность вот этих процедур. Мы приняли решение о том, что мы готовы пойти и обратиться с предложением приобрести часть компании еще в конце 2014 года. И вот тут мы понимаем, что мы потратили там практически полтора года, и мы не по одному, и причем двигались мы по нескольким направлениям. И по каждому из них мы еще где-то так примерно в середине пути до того момента, когда мы сможем получить какое-то конкретное предложение. При этом мы не получаем это предложение не потому, что мы неинтересны, мы отчетливо осознаем, что мы крайне интересны этим организациям, потому что, ну не секрет, что все, кто тратит государственные деньги, они очень осторожно относятся к тому, чтобы не вложить их в какую-то такую мыльный пузырь, который лопнет, и потом ты будешь отвечать, тебя заподозрят в коррупционной составляющей, что-то еще и так далее. Поэтому проще ничего не делать? Ну нет, я бы не сказал так, но просто они там, конечно, страхуются по полной программе, но аванпост им очень интересен. Компания с историей, компания стабильная, компания полностью российская, то есть они развивают отрасль российского IT и так далее. Но все равно вся вот эта бюрократическая составляющая, она настолько убивает все процессы, что любой запрос, который прилетает, поступает от этого института, и ответ, на который мы даем в течение одного дня, рассматривается потом несколько месяцев. И, в общем-то, совсем нетрудно прожить полтора года в таком режиме, когда тебя спросили, ты ответил, потом два с половиной месяца идет осмысление твоего ответа, который на самом деле был там страничкой текста на полстранички текста. Потом, соответственно, через три месяца прилетает небольшой уточняющий вопрос, и можно четко понимать, что еще три месяца... Ты говоришь, да, и еще три месяца. Да, еще три месяца дальше. Подтверждаю. Да. И поэтому я серьезно говорю, что я очень рассчитываю, что мы все-таки доведем этот процесс до конца. Я с гордостью потом буду внукам рассказывать, что я это сделал. Потому что у ООН-Поста есть очень много интересных планов развития, на которые требовались как раз серьезные внешние инвестиции, но которые позволили бы потом вывести компанию в совершенно качественно иной уровень, чтобы конкурировать уже не только в отдельном сегменте, а конкурировать в целом на рынке безопасности, и, может быть, даже создать некоторого такого комплексного вендора безопасности, который мог бы заменить такие платформы безопасности, какие были у Семантика, у Макафи и так далее. И, в общем-то, мы серьезно рассматриваем движение в этом направлении, но для этого нужны внешние инвестиции. Вот пока мы бьемся уже полтора года, но надеюсь, что мы все-таки осилим этот процесс. Дорогу осилит идущий. Андрей, скажите, пожалуйста, поскольку вы рассматриваете направление диверсификации или дополнительные направления в сегменте информационной безопасности, наверное, какие из этих направлений вы считаете как разработчик наиболее перспективными на текущий момент, если это не секрет? Ближайшим шагом, который мы планируем делать, независимо от того, будет ли это привлеченная инвестиция, или будут ли наши деньги, являются два направления. Первое – это взаимоувязывание системы управления доступа к информационным ресурсам с системой физического доступа к СКУДам, для того, чтобы создать, скажем так, новое качество идентификации. Комплиментарное решение. Да, можно сказать и так, но здесь я бы говорил о том, что мы не рассматривали формальную интеграцию, это можно сделать с любым СКУДом достаточно быстро. Просто приходим, заказчик, он стоит, мы его подхватываем. Но если мы хотим сделать достаточно сложные интеллектуальные вещи, которые, например, позволяли бы не просто отследить, что человек вошел в офис, а потом он обращается к компьютеру, например. И вот если он не входил в офис, но к компьютеру обращается, это инцидент. А если мы хотим, чтобы система отслеживала, например, все движение по территории офиса, например, чтобы система не позволяла ему открыть дверь на выход из кабинета, если он оставил незаблокированным компьютер. Это вот тоже очень интересная комбинация, особенно для рабочих станций, на которых возможны финансовые транзакции. Потому что не секрет, что незаблокированный компьютер Главбуха может стать прекрасной точкой увода денег из компании, потом долго будем разбираться, кто это сделал, куда он потом делся и так далее. А почему? Потому что бухгалтер, просто уходя из своего рабочего места, оставил раскрытым систему ДБО, и при этом даже не удосужился вытащить ключ, собственно говоря, токен, для того, чтобы операция была невозможна. Вот если, например, мы делаем дуракоустойчивую систему, которая просто не выпускает этого бухгалтера из кабинета, пока компьютер разблокирован и токен вставлен в компьютер, ну, скажем, вероятность инцидента значительно сокращается. С другой стороны, опять-таки, СКУД по своей сути состоит из двух вещей, то есть это есть чисто железная часть считывателей, прокладка СКС и так далее, и есть софт, который на нем крутится. Соответственно, если мы сможем создать достаточно универсальный софт, который будет поддерживать подавляющее большинство типов носителей железных, то заказчику даже не нужно будет тратиться на повторную перепрокладку всего хозяйства со СКУДом, достаточно будет просто перезалить наш софт, который прекрасно стыкуется с нашими же IDM-ами, и всеми остальными системами доступа, и получить новые качества собственной информационной безопасности. Андрей, одну секундочку, я попрошу ненадолго прерваться. Уважаемые коллеги, разговор о том, какие технологические новинки и преимущества от использования технологии компании OnePost мы продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы продолжаем телепередачу популярной безопасности. С вами ведущие Сергей Шерстабитов и Михаил Савельев. Ну а у нас в гостях Андрей Конусов, генеральный директор компании OnePost. Андрей, в продолжении разговора, который мы ввели только что, хотел уточнить по поводу интеграции со СКУДом. Как правило, системы контроля управления доступом – это все-таки зарубежные разработки. И правильно ли я понимаю, что вы хотите подменить и части управления контроллерами, построить по сути свой СКУД или нет? Или это только более серьезная интеграция с системой управления доступом к информационным ресурсам? Когда мы стали анализировать рынок СКУДов в целом, выяснилось, что именно софт для управления системами физического доступа является одним из самых разносторонних решений на рынке. То есть мы бегло насчитали почти пять десятков различных решений, которые ставятся у заказчиков, которые предлагаются как российскими, так и зарубежными компаниями, обслуживаются с разной степенью качества и детализации и всего остального. При этом можно говорить, что этот рынок слишком размазан, и там нет каких-то явно выраженных лидеров. Соответственно, на таком рынке можно совершенно спокойно появиться даже 61-м игроком, но при этом с определенным качественным отличием от большинства остальных, и достаточно быстро занять на нем лидирующую роль. При этом мы говорим о том, что мы хотим создать исключительно софтверное решение, универсально поддерживающиеся любые типы считывателей и ключевых носителей, которые будут у заказчика. А это возможно технологически? Это возможно. То есть это с самого начала нужно заложить в ТЗ и требовать, чтобы написанный код изначально был заточен, был достаточно универсальным. То есть я могу сказать, что с точки зрения нашей системы PKI, которая тоже по сути близка, там есть ключевые носители и так далее, вот мы сразу же сделали очень правильный подход, который нам позволяет подключать любые ключевые носители в течение недели, какой бы сложности они ни были. И это кардинальное отличие от большинства наших конкурентов. Но это в том случае, если с этим согласен производитель этих носителей, а в случае с производителями SCUD, допустим, компания Siemens, захочет ли она открыть коды или дать вам API для интеграции? Любая уважаемая компания масштаба Siemens или кого-либо еще, как факт, обязана, выдавая свою продукцию, выдавать определенные API для взаимодействия с ней. Потому что, естественно, компания Siemens сама вряд ли взаимодействует с шестью десятками разработчиков SCUD, которые представлены на сельском рынке. Она слишком крута для этого. Они выдают продукт, выдают API, дают подробное описание к нему, и дальше все, кто хотят работать с этими считывателями, просто аккуратно изучают эту документацию и подключаются к ним. Поэтому здесь абсолютно нет никаких проблем. Но почему это так важно для нас? Потому что мы понимаем, что заказчик, который уже вложился в хозяйство по прокладке сети, по считывателям, у которого куплены эти карты и розданы сотрудникам, ему, ну, наверное, возможно, но это будет гораздо сложнее продать, если требуется полная замена и полная революция. А если мы можем перезаписать нашу систему в течение, грубо говоря, нескольких часов, потом протестировать ее за выходные дни, и в понедельник люди, которые ушли в пятницу, а у них был один с кут, и в понедельник они выйдут на работу, у них будет другой, и они этого даже не заметят, вот это идеальный для заказчика вариант замены системы. А при этом для людей, которые отвечают за безопасность, появляется целый ряд новых функций. Собственно говоря, вот это и есть та цель, которую мы хотим добиться. Андрей, вот мы сейчас опять упомянули мирового гиганта Siemens, и до этого вы упоминали, что конкурируете с мировыми грантами. Вот скажите, не приходилось ли у заказчика отстаивать свою компанию, не приходилось ли бороться за мнение о том, что тут мировой грант, здесь, да, уважаемая, да, российская, но маленькая компания, и вот чаши весов не склонялись ли в сторону... Какие аргументы вы используете? Как бы более надежного и не исчезающего с рынка. Конечно же приходилось, это абсолютно очевидно. А чем брали? Да, конечно расскажу. Даже расскажу историю в развитии, потому что сейчас нам уже проще, когда я могу прийти и вот так вот веером разложить, допустим, 5-6 кейсов у заказчиков масштаба федеральной налоговой, федеральной таможенной службы, как я уже упомяну, Ростельхозбанк, там, допустим, еще два десятка банков и так далее, мне стало проще. А это все публичные кейсы, простите, пожалуйста. Да, и мы очень внимательно относимся к тому, чтобы договариваться с нашими заказчиками о публикациях того, что мы сделали. Вообще на рынке безопасности... А может ли кто-то, Андрей, я позволю себе перебить еще раз, может ли кто-то из заказчиков, может быть, сопоставимого уровня, посмотреть на то, как реально работает ваше решение в реальной сети большого заказчика федерального? Нет, конечно же, референс-визиты – одна из составляющих части продажи крупных IT-систем всегда. Поэтому, опять-таки, мы заранее договоримся с заказчиками не только о возможности написать о выполненном проекте, но еще и о том, что было бы замечательно, если бы хотя бы иногда они были готовы принять наших потенциальных клиентов, чтобы поделиться опытом сотрудничества с нами. Это, безусловно, возможно. Но ты не уводи в сторону, я все-таки хочу узнать. Да, но я помню, меня трудно увести, значит, как убеждали. Я расскажу на примере кейса, который был у нас Федеральной налоговой службой, потому что это был самый первый наш крупный проект. На тот момент действительно у нас не было никакого такого внедрения схожего масштаба, потому что внедрение было на 150 тысяч пользователей. Но вы понимаете, что такое ФНС – это распределение по всей стране вплоть до самых маленьких точек присутствия. Города, районные центры и так далее, потому что везде есть налоговые инспектора, и они везде должны получать доступ к централизованной системе Госналог-3, которая была запущена два года назад. Изначально, когда мы пришли в налоговую с предложением рассмотреть нас в качестве системы управления доступом, там уже рассматривались мировые гранды. Там в качестве IDM рассматривалась система Microsoft, а в качестве управления ключевыми, если рассматривалась система от компании Aladin. И, собственно говоря, гранды, все хорошо, известны всем, и все плавно шло к заключению контракта с ними. При этом прототип самой системы, в которой работали наши части, они создавались уже на протяжении двух лет. Мы появились в этом проекте в 2013 году, а уже 2011-го два этих уважаемых финнера уже работали с заказчиком для того, чтобы в рамках комплексного прототипа показать, как все будет замечательно. Мы пришли, сказали, что мы можем сделать все то же самое, ничуть не хуже, но будем дешевле. Заказчик сказал, ну если вы готовы попробовать и показать нам, что вы это все можете, то вот вам техническое задание на 600 с лишним листов мелким шрифтом. И мы пришли где-то в феврале месяце. На 600 листов. И в ноябре у нас будут крупные приемо-сдаточные испытания всей системы в комплексе. Мы готовы выделить там серверное пространство, и вы, собственно говоря, должны быть готовы к приему-сдаточному испытанию полностью по ТЗ. Вперед. То есть они отсматривали несколько... Они были не против попробовать альтернативный вариант. Вот тогда действительно мне пришлось выделить серьезную часть собственных разработчиков, которые сели и начали допиливать наш продукт по ТЗ. Потому что на самом деле изначально процентов на 70 мы ему соответствовали, потому что мы были и IDM, и PKI. Но очевидно, что у таких, уважаемых заказчиков, как Федеральная новая служба, есть свое видение, есть какие-то особенности, которые не относятся к стандартному функционалу продукта, и которые нужно дорабатывать по месту. И действительно, мои ребята просто жили в этом ЦОДе, в котором нам выделили место. Мы отработали там вот эти 7 месяцев. Но это дало и поразительные результаты, потому что когда происходили приемо-сдаточные испытания, вот фраза, которую мы получили в качестве результата работы, звучала так, вот эта штука классно работает. Потому что мы действительно учли все особенности всей инфраструктуры, всех решений, которые стояли рядом с нами. Потому что люди, которые там сидели, они прям вот интегрировались прям вживую в эти системы. И после этого, когда еще выяснилось, что с точки зрения коммерческого предложения мы в 2,5 раза дешевле, вопросы отпали сами собой. А выполнив этот кейс, у нас появился первый козырной ТУЗ, который мы теперь можем выкладывать. Мы обслуживаем всю Федеральную новую службу. Уже хорошо. После этого у нас появилось еще несколько таких ТУЗов. Плюс у нас теперь достаточно большое количество мест, куда мы можем выехать на референс-визиты. Ну и, что греха таить, за последние годы сам продукт максимально приблизился даже к самым передовым решениям от западных конкурентов по функционалу. Прекрасно. Извините, хочу спросить о том, как вы видите перспективу выхода на западный рынок. Потому что если продукт уже достиг определенной зрелости, то, наверное, пора открывать окно в Европу, в Латинскую Америку, в Соединенные Штаты, куда угодно. Да, я вот готов сказать, что мы серьезно рассматриваем выход только не на западный, а на зарубежные рынки. Потому что все-таки, если рассматривать в нынешней ситуации весь мир, Запад, на мой взгляд, не самое перспективное направление для российских продуктов. Хорошо, куда идете? Куда идем, пока не скажу. Не потому, что коммерческая тайна, а потому, что мы еще рассматриваем различные рынки. Но в целом, как бы, да, это БРИКС, рассматриваемые пока, да, это непринятое решение. Это арабские страны, это, возможно, Китай, потому что, в принципе, у Китая не все хорошо с производством программы запечения, то есть с железом в Китае это бессмысленно, а с ПО это хорошо, да, и с пользователями численность подразумевает. Вот, соответственно, сейчас мы действительно, мы рассматривали уже начало активных действий в 2016 году, но, к сожалению, все-таки экономическая ситуация внесла свои коррективы и в 2015 году мы не создали ту самую подушку финансовую, которая должна была послужить основой для этого выхода, поэтому мы вынуждены были отложить наши планы на один год, но абсолютно точно могу сказать, что Аванпост в ближайшей перспективе будет международной компанией, потому что очевидно, что для софтверного бизнеса международное наличие продаж в нескольких странах мира значительно увеличивает и капитализацию компании, и стабильность ее работы, и уверенность в том числе заказчиков в том, что она завтра не исчезнет. — Это один интерес потенциальных инвесторов. — Да, безусловно. — Ну, мобильность такая вот в возможности доработать продукт, это безусловно здорово, дай бог вам ее сохранить, когда вы станете больше, потому что я так понимаю, что все компании грешат, в какой-то момент становились закостенелыми. А какие еще конкурентные преимущества? — Знаете, Михаил, я могу сказать, что вот та мобильность, о которой мы с вами говорили, она имеет ключевую роль для разработчика программного запечения, потому что, как показывает практика, российская IT-инфраструктура настолько уникальна, что даже вроде промышленные решения типа САПа, Оракла и всего остального в наших компаниях умудряются при внедрении настолько видоизменить, что потом стандартные элементы интеграции с ними, которые поставляют те же самые вендора, не работают никогда. Поэтому, кроме того, что мы можем неплохо дополнить... — Какое такое происходит? — Вы знаете, чудеса российской системной интеграции. — Понял. — Спасибо. — Поэтому могу сказать с уверенностью, что наличие команды разработки в России, а еще и, собственно говоря, в Москве, потому что, ну, не секрет, что 90% компаний платежеспособных и крупных в первую очередь находятся в Москве, позволяет нам решать абсолютно любые сложные задачи не только по доработке продукта, потому что с этим-то проще, а именно по его интеграции и настройке. И это огромный плюс, потому что системы класса IDM, о которых мы с вами говорили, они требуют очень большого количества интеграции. И вот наши проекты, которые завершаются в разы быстрее, они не только дешевле, они завершаются быстрее, чем у наших конкурентов. Это вот огромное конкурентное преимущество, которым мы активно пользуемся. — Последнее, что хочется спросить, это как с такими планами вы еще успеваете уделять время семье? — Ну, коллеги, как вы знаете, успеваю. У меня четыре сына, и я искренне надеюсь, что у меня будет еще как минимум один ребенок, и искренне хочется верить, что это будет дочка, наконец. Вот, поэтому это, знаете, классические менеджерские приемы. — Первое — делегирование. — Второе — умение отключить свою голову, независимо от того, как бы трудно у тебя не было на работе. Если ты уже поехал домой, будь добр, мозги отключи и думай о семье, потому что нет более глупой ситуации, когда папа пришел домой, но при этом в глазах у него все так же мелькают цифры, графики и отчеты, и его практически нет. Мог бы и не приходить, лучше бы сидел в офисе, больше бы успел. И это действительно непросто, потому что когда рабочие процессы захватывают, когда в стране кризис, когда постоянно есть ощущение, что завтра деньги могут кончиться, а новые могут не подоспеть, тебе трудно об этом не думать. Но необходимо этому учиться. Один из приемов, могу сказать сразу, не берите домой рабочий ноутбук. Можно пережить дома без почты три часа. Если уж сильно надо, пусть тебе вам пришлют смс-ку или позвонят в три часа ночи. Но поскольку люди все-таки у нас тактичные, в три часа ночи звонят гораздо реже, чем пишут письма в три часа ночи, а у ноутбук рабочий, стоящий, он все равно маякнет, что письмо пришло, поэтому оставьте его дома, забудьте о нем и уделите время своим близким и родным. Прекрасный рецепт. Андрей, спасибо большое. Мы все возьмем на заметку этот совет. Дорогие телезрители, напоминаю, что с вами была передача «Популярная безопасность». Вели передачу Сергей Шерстабитов и Михаил Савельев. Ну а в гостях у нас был Андрей Конусов, генеральный директор компании «Аванпост». До свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова